Давай, да. Вот, Егор снова с нами. Привет, Егоров. Во, пока. Привет. Са вам. Короче, вот, реально вам нужно тормозить. Как себя, так и противника. В плане игры. Потому что если вас коцует кучу раз подряд, противник, он, ну, получает определенный уровень гормонов. Если вы его тормозите, растет уровень адреналина того же. Если вы его тормозите, ну, тормозится реакция. Тормозится все. Поэтому просто остынете, блядь, не нападете сразу, выживите 10 секунд, 15, блядь, соберите оружие какое-то, которое вокруг вас есть, гранаты, блядь, подстволки, броня по минимуму, и потом ломитесь. Кстати, интересное вот твое замечание по поводу того, что вот надо чувствовать, когда враг на киллстрике, да, растет адреналин. Да, да, да. Вот. Да, понятное дело. Понятное дело, но как бы не всегда применимое дело. Не, мы вот, да, мы многое понимаем, но на кураже, не на кураже, даже во время игры просто в моменте. Ну, с чем ебашится. Я так чувствую, что мне нужно, видимо, блядь, с вами сидеть в одном темноте. Вскорде, блядь, в канале, и вас, нахуй, тормозить, как тренеру какого-нибудь. Слушай, на самом деле, Жорик, Жорик, ну, блядь, да заебал ты уже, блядь. Выбери там недельку, блядь, забей хуй на свой Overwatch, блядь, самый медленный, блядь, и поиграй с нами в Half-Life. Да не, Overwatch пиздата, играю. Ну, пиздат, ну, пиздатый. Пожалуйста, накидывай говна, блядь. Я не буду накидывать говна, если ты вот просто на неделю сосок, потому что я заебал пиздеть. Подождите, я занят, блядь. Сука, отстань, блядь, убери нахуй, блядь, извините. Да заебрал ты, блядь. Вот, короче, нет, блядь, у вас есть потенциал, безусловно, и у тебя, и у Хоми, блядь. Нет у нас никакого потенциала, вы все никчемные бездарности, во всем нужно умереть от соса друг у друга предварительно. Вы услышали мнение со стороны сейчас, на самом деле. Вот, это Апи, блядь. Есть, блядь, над чем работать, конечно, понятно, что Афер там, блядь, ебать самородок. Вот, да, тоже интересный вариант. Нет, серьезно, есть куда расти, в плане, по крайней мере, тимплея. В плане индивидуального скилла тоже есть куда расти, потому что, блядь, опять же, нахуй вы оба ломитесь, блядь, у вас у обоих просто карликам некуда расти, мне подсказывают, да. Вот, как бы вы можете что-то делать. Но надо, по крайней мере, отработать тимплей. Надо жестко друг друга задорочить на то, что вы не должны, блядь, ломиться оба отдельно. Вот вы респанулись, если рядом, тусуйтесь рядом, блядь, соберите то, что рядом с вами есть. Да. Иногда, если у кого-то магнум, окей, он может выйти дальше, там, прочекать какую-то зону, блядь, но, опять же, не сильно выходить. Рядом тусуйтесь, собирайте в этой зоне все, что есть. Все ништяки, броню, блядь, патроны, ебанное оружие, гранаты, все, блядь, все, что есть, нахуй, прополезав сезону. Да. Вот. И потом, выждав какое-то время, да, окей, там противник отхилится, может быть, на том же био, на зарядке, там, окей, они возьмут РПГ, но они и так, блядь, возьмут РПГ, они и так отхилятся, блядь. У них и так будет преимущество выше. Подожди, стой, 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 но все равно, вот, ты говоришь, типа, пока ты даешь вот эти 15 секунд, да, ты лишаешь их адреналина, вот, но они выжирают всю зарядку, соответственно, то есть им, по идее, нужно сделать мув на два шага вперед, то есть их первый шаг будет собрать все вокруг себя, собрать все вокруг себя, нанести, грубо говоря, максимальный урон, желательно убить хотя бы одного, и уже потом что делать тогда. Потому что, ну, если у них по 100 на 100, но ты их не убьешь, смотри, предположим, простейшую дефолтную ситуацию, когда два аниме у тебя держат РПГ, один с ним держит ракету наверху, там на магнуме, на арталете. Я слышу на то же, по крайней мере, 100 на 50. Второй в этот момент выжирает зарядку. Да. Если вы прыгаете оба, например, с одного телепорта, один идет налево, у которого нет магнума, он подбирает его слева, второй идет направо с магнумом, вы атакуете с двух сторон одновременно. Желательно один с гранатой, второй с подстволкой, потому что одна подстволка на двоих у вас есть, она рядом с телепортом лежит. Да. Вы обе кидаете в одного противника, кого вы видите первым. Вам нужно быстро отреагировать в этот момент и в одного первого энеми кидать оба спама. Вот это всплойный момент, который по инфе прям должен в моменте. Это нужно. Вы должны соординироваться, да. Вы должны резко определить первого противника, которого вы видите. Вы в него кидаете оба взрыва. Одного вы носите, второй, даже если он тот же, окей, вас уже двое. Вам проще выносить одного противника. Когда вы с двух сторон, тем более вы наверху с двух сторон, одного выносить гораздо проще. Вот. То есть нужно поработать над тактикой, над контролем карты очень серьезного. Потому что индивидуальные скиллы вы иногда выносите даже на имя. Вот. Но это когда у вас прям зашкаливают некоторые вещества, выделяющиеся в организме, гормоны и так далее. Вот. Но для того, чтобы поддерживался определенный уровень, для того, чтобы проще было активироваться, нужен тимплей, нужно понимать, что делает тиммейт, и нужно с ним очень серьезно синхронизироваться. Вот. Пока у вас очень сильно просев именно в плане синхронизации игры. Ну да, да, да. И еще вот вы безморальку ловите на самом деле. То есть у вас вот не получается серьезно. Не, безмораль у нас либо вообще есть. Не, камон. То, что мы, то, что я сейчас вижу, вас начинают выносить, вы начинаете еще более безумно. Вы как будто встаете, понимаете? Вот вы типа первую половину карты стараетесь, а потом нет. Да, вы просто такие, ой, ну мы получаем пизды, ну и похуй дальше еще стараться. Ну да, да, да. Вот, нужно остыть. Я говорю, если будет как бы время, ну добавьте меня в симе, там в диссе, блядь. Мы можем с вами поиграть, там еще какой-нибудь тиммейт от того же факу можем взять, попробовать просто поиграть в тимплейн. Я вам объясню, или может быть с кем-то из вас я попробую. Да, они разъебут вас, если честно. Ну и может быть с кем-то из них я там поиграю, там тимплейн, где же миксы, блядь. Я объясню, в чем есть ошибки. Вот. Я сейчас, конечно, безусловно, у меня не топовый АИ, там не топовая вся хуйня, но я чувствую карту, я чувствую противника хорошо. То есть я как именно капитан, я могу направлять. Безусловно, безусловно, бодикопа вот играть, научиться. Это я умею, блядь. Ага. Я не топил, блядь, до того, как он еще был автоматическим на публике, это все хуйня. Да, но это же надо и как бы поддерживать. Конечно, поддерживает, но на том же, скажем, Эйре или на том же Био у тебя одинарные прыжки решают роль. Очень серьезно. Ну, наверное, да, достаточно много рамп там всяких, которые вот ломают твой бодикоп, у него особо смысла там нет просто. Хуйня, там, ты теряешь там секунду, это в данном случае так важно, потому что у противника то же самое происходит. Вот. Конечно, да, банихоп по умолчанию на держащийся пробел, как фойки, это очень круто, да, это здорово, я за это всячески топлю, но раз этого нет, окей, мы будем от этого отталкиваться. Вот. Нужно успокоиться вам обоим. Ну да, понятно, горячий, нахуй. Вы ломитесь, да, пиздец, просто сейчас мы всех пересстреляем, сейчас мы всех переебем, и вы на своих респаунах теряете прям пиздец. То есть вы можете оба умереть, например, одновременно или там с разницей в 2-3 секунды, и вы тут же ломитесь, блядь, добивать противников, вы теряете еще там 3-4 фрага, просто тупо, то есть у вас 10 секунд игры, минус 6 фрагов сразу происходит. Это пиздец. Ну, то есть это прям ошибки очень серьезные. Короче, да, меня тут зовут, обратно как бы общаться с семьей. Короче, добавьтесь там в стиме, в дисе, вот, я с вами пообщаюсь, я вам расскажу, что так, что не так, что делать, что не делать. Спасибо тебе, Жорик, за то, что выиграл время, за то, что дал постматчевую аналитику и коучинг бесплатно. Вот, я тебе за это большой респект. Вот, приходи еще, приходи еще, мы тебя ждем.